Новая жизнь. Беседа 441. 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 Это проблема Объяснить, согласно науке хаббала Праздники, вообще все, любое понятие Должны как-то, все время стараются выйти из этого Потому что обычный человек этого не чувствует Нужно развивать к этому чувство И изначально мы В начале творения Когда нас созвала высшая сила В контакте напрямую В постоянном контакте В открытом контакте Но в таком состоянии мы Не понимали и не чувствовали Как какое-то тело, которое сливается с высшим И благодаря ему существует Как зародыш в череве матери И для того, чтобы сделать из нас Большое создание Которое бы поняли Осознали бы Творца Изучили бы, кто он и что он И были бы в особенности Такими, как он В их отношении К нему, как он К ним Здесь произошло скрытие И творения Вдруг Одаляются от Творца Есть творение Человек Все люди И Творец Сила управляющая все И произведяющая все Единственная сила И нет ничего, кроме Творца Одной силы И человека Которого он создал Как Желая Взрастить его до собственного уровня Кроме того, нет ничего И тогда Чтобы дать человеку Возможность Трастей Человек поставил Между ним И человеком Скрытие Толщину Перегородку Широкую И человек За перегородкой Не видит Творца Но он должен Как Во время игры В прятки Постоянно Стараться Распознать Творца И все Происходящее И все Что происходит В нем Нет никакой Иной работы В мире Кроме Видел Творца Перед собой Всегда Все время Стараться Найти Творца Во всех Моих мыслях Во всех Моих желаниях Во всем То, как я Чувствую Происходящее Вокруг меня Думаю, что Это вещи Которые Скрывают От меня Своего Творца Я должен Я должен Чувствовать Что Кроме Точки Я Где я Чувствую Я чувствую Только Одно Творец Наполняет Все И действует Во всем Включая Меня Разумеется И это Работа Удалить Скрытие И вновь Вернуться К состоянию Открытому Где я Понимаю Осознаю Чувствую Во всей Этой Ширине Где было Раньше Скрытие Что я Превратил Это В территорию Где Я раскрываю Его Это территория Где он Раньше Скрывался От меня Это Сновится Территорией Раскрытия Назовем Это Высшими Мирами А Я Начинаю Понимать И чувствовать Его Потому что В любом Скрытие Я Делал Разное Усилие Для того Чтобы Его Раскрыть И Таким Образом Я Становлюсь Большим Я Становлюсь Понимающим Чувствующим Таким же Как он Он Меня Хотел Обучить Тому Кто Он Я Изучил Его Изучил Его Мы Понимаем Друг Друга Мы Сознаем Друг Друг Друга Я Чувствую Все Что Он Хочет Чтобы Я Почувствовал Вскрытие Которое Он Сделал У меня Я Исправил Вскрытие На Раскрытие И тогда Между нами Есть Есть Взаимная Любовь Открытость Понимание И Мы Находимся В соединении Совершенном Это Есть Процесс Который Мы Должны Пройти Это Есть Программа Творения Может быть Можно Более Менее Объяснить Вскрытие Есть Уровни От Легкого К Сложному Понятно Что Так Должно Быть Мы Изучаем Из Науки Кабала Почему Это Происходит На Пяти Этапах Пока Я Нахожусь За Пяти Слоями Вскрытия Они Называются Мирами Мир От слова Вскрытие Я Чтобы Прилились К Творцу Понять Его Должен Раскрывать Каждый Раз В каждом Слое Вскрытие Раскрывать Его Есть Пять Уровней Скрытия На На каждом Этапе Каждый Этап Делится Так же На 5 Частей И Каждая Часть Еще На 5 И Всего 125 Уровней Которые Деляют Меня От Творца От Творца Я Должен На каждом Уровне Обратить Вскрытие В Раскрытие Превратить Непонимание В понимание Неощущение В ощущение И так Я обретаю Свойства Творца Я Сам Меняюсь Потому Что Я На каждом Этапе Не как В нашем Мире Физик Который Раскрывает Для себя Что-то Он Остается Собой И Раскрывает Нечто А здесь Этапы Изменяют Меня Потому Что Свойства Творца Обратны От меня Я Полностью Получающим Полностью Отдающий И для того Чтобы раскрыть Его Я должен Это Скрытие Превратить Из получения В отдачу Поскольку Она Находится В Свойствах Противоположных Творцу То она Скрывает Его И я Обращаю Скрытие В Противоположность В Отдачу И так Я Двигаюсь Вперед И те Слои Которые Отделяют Меня От Творца Я Их Начинаю Чувствовать В начале Своей Работы В начале Своего Исправления При Отмене Скрытия Раскрытия Творца Я начинаю Чувствовать Скрытие Что оно Есть Во-первых Его нужно раскрыть А вот человек не чувствует Что скрыто Ничего не скрыто Я начинаю Чувствовать Скрытие Я начинаю Распознавать Его Что находится Во мне Не между Мною И Творцом На Физическом Расстоянии А между Моими Разумом И Чувствами И Творцом Где он Пребывает Скрытие Между Моим Разумом И Чувствами И Сердцем Между Моим Разумом И Сердцем И Раскрытием Творца В моем Разуме И Сердце И тогда Я Соответственно Расширяю И Изменяю Мои Сердца И Разум На Новое Свойство Я Не могу Дать Привести Пример Ну Хотя бы В чем-то Когда Мы Берем Ребенка И Начинаем Его Обучать Видеть Мир Чувствовать Вечи Которые Раньше Не Чувствовал Когда Начинают Работать С ними Привычка Ставаться Второй Натурой Вследствие Того Что Находится Чем-то В контакте Начинает Приобретать К этому Чувствительность Так и По отношению К Творцу Того Что мы Работаем Над Скрытием Мы Начинаем Через Него Раскрывать Какие-то Действия Творца Над Нами Но Я Здесь Должен Быть Очень Деликатным Очень Осторожным Относиться К этому С вниманием Что Я Думаю Не То Что Я Думаю А Что Он Делает Чтобы Я Подумал Что Я Хочу Нет Это Не Я Хочу Да Это Что Он Хочет Чтобы Я Захотел И Так Всякий Раз То есть Во мне Нет Ничего От Себя Самого Нет Никого Кроме Него Моя Точка Это Точка Эксперта Точка Мудреца Точка Которая Распознает Что Все Что Во Мне Это От Него Только Маленькая Одна Точка Из Которой Я Смотрю Проверяю Как Оценщик Это Моя Работа Так Мы Должны Стараться Использовать Наши Чувства Нашей Жизни Чтобы Реализовать Их Правильно Для Того Чтобы Раскрыть Цель Жизни И Тогда Мы Сталкиваемся С Разными Вопросами И В конце Концов Как Я Действую Как Я Пробождаю Себя Как Я Двигаюсь Вперед С Какой Скоростью Если Я Могу Усилить Развитие Раскрытие Творца Другой работы Нет Нет У человека Никакой Иной Миссии В мире Единственная функция У человека В мире Раскрыть Творца Сила Которая Управляет Реальностью Это Ее Часть Да И Тогда Я Пользуюсь Советами Тех Людей Которые Уже Прошли Этот Процесс И Уже Постигли Это Что Они Пишут Что Они Мне Советуют Поэтому Изучаем Науку Кабала По Определению Наука Кабала Это Методика Раскрытия Творца Творения В этом Мире Как будто Все Просто То есть Методика Методика И То Что Должен Делать И Использовать То Что Они Пишут Разумеется Что Каждый Кабалист Который Ближе К Нашему Времени Он Может Нам Больше Посодействовать Потому Что Он Понимает Нас Порядок Жизни Может Быть Эти Вещи Потому Что Он Все Ближе К Нам И Здесь Мы Сталкиваемся С Изучением Системы Не только Системы Вскрытия Которая Отделяет Творца Между Творцом И Нами Система Которая Системой Кабалистов Которые Постигли Творца Где Они Находятся Где Они Уже Раскрыли Они Уже Были В нашем Мире Когда Жили Раскрыли Творца Они Избавились От Скрытия И Как-то Покинули Этот Мир Это Не И И Как Я Могу Использовать То Что Они Сделали Мы Не Говорим О Животной Части В Нас Телесной Потому Что Это Относится К Животному Уровню Мы Говорим О Разуме И Чувствах Об Уровне Человека Говорящего О Сознании Сознание И Чувства В особенности Поверх Телесного Нетелесное Чувство И Нетелесное Сознание Как У Животных Мы Даже Меньше Чем Животное Во Многих Вещах Меньше Чем Животное Да Мы Почти Что Не Знаем Не Чувствуем Окружающий Мир По Сравнению С Тем Что Было Цунами Ни Одно Животное Не Потерпело Ущерб Потому Что Они За Несколько Дней А Человек Мы Не Чувствуем Природу Как Животное Мы Находимся На уровне Очень Далеком От Того Мира Где Мы Находимся И Мы Говорим Не О Нашем Телесном Существовании Мы Говорим Об Отношении К Этой Высшей Силе Которая Нет У Животных Есть Только У Людей И Не У Всех Эта Сила Пробуждается Это Потребность Раскрыть Творца Есть Такие В которых Это Пробуждается Есть Такие Которых Нет Видим Что В каждом Поколении Где Мы Существуем На Земле Есть Люди В Которых Пробуждается Это Желание Потребность Какое Желание Раскрыть Творца И Они Его Раскрывают И Кроме Того Что Раскрывают Они Оставляют Нам Разные Писания Есть Много Писаний Послания Статьи И Они Пишут Каждый В своем Стиле Как Избавиться От Скрытия Как Устроена Система Скрытия Как Можно Его Использовать Потому Что Не Сразу Раскрывается И Не На 100 Процентов Частично Так Или Иначе И Мы Должны Делать Разные Действия Как Помочь Друг Другу Если Я Нахожусь В поколении С Несколько Людьми У Которых Есть То же Самое Желание Раскрыть Творца И Мы Развели Эти Люди В Течении Поколений Многих Лет От Адама Который Был Первым Каббалистом Который Постиг Творца Который Удалил Скрытие И Через Тысячи Поколений Каббалистов Мы Используем То Что Они Сделали Во Первых Когда Я Начинаю Раскрывать Скрытие Как Творец Играет Со Мною Настраивает Меня Скрывающийся Творец Я Сам Начинаю Использовать Их Писание То Что Они Сделали Более Того Я Начинаю Их Самих Использовать Их Самих Когда Я Вхожу В Систему Чтобы Поставить Ее Между Мною И Творцом Творец Там Пока Что Не Не Раскрывается И Я Использую Тех Кабалистов Постигая И находясь В этой Системе Когда Делаешь Это Ее В Раскрытии И В Постижении Не Приближают Ко мне Эту Систему И Помогают Мне Я Могу Их И И Получаю Чувство Осознания И Это Настоящий Путь Как Использовать Эту Систему С помощью Кабалистов И Также В нашем Мире То Что Нам Советуют Делать И Мы Находимся Здесь У нас Здесь Много Людей В нашем Поколении Много Людей Хотят Постичь Творца Мы Находимся В особенном Поколении Поколение Которое Хочет Раскрыть Это И Уже Можно Это Раскрывать Всем Каждый Кто Хочет Прийти Раскрыть Творца Может Прийти И Раскрыть У Нас Есть Особенная Возможность Если Мы Все Соединяемся Вместе И Начинаем Его Раскрывать Мы Ищем Того Кто Потерялся В лесу Мы Берем Тогда Много Людей И Начинаем Вместе И И И Каждый И И И Кричит Где Ты Где Ты Ау Ау И Так Мы Все В конце Концов Помогаем Друг Другу И Находим Его Как Мы Вместе Ищем Творца Теперь Понятно Почему Поиск Общий Общий Это Гораздо Легче Искать В одиночку Это Очень Очень Непросто А Вместе Это Быстро И Легко И На Этих Уровнях Которые Мы Приходим На Проходим На Этапах Которые Мы Проходим Есть Уровни Раскрытия Творца 125 Уровни Раскрытия Он Он Приближается Все Больше И Больше И В этих Уровнях Есть Есть Особенно Вещь Чем Ближе Я Приближаюсь Вдруг Я Чувствую Вдруг Тьму Еще Приближаюсь Несмотря На Тьму Которая Выступает Как Помощь Раскрываю Еще Большую Тьму Это Как Когда Учишься В школе Первый Класс Мы Обычно Играем На Уроках Большинство Уроков Такие В втором Классе Немножко Больше В третьем Еще Потом Когда Попадаю В четвертый Пятый Там Уже Начинается Тяжелее Университета Вообще Есть Уровни Тяжести Уровни Тяжести Которые Усиливаются Очень Резко Очень Резко И Мы Должны Тогда Принимать В расчет Мы Изучаем Это Изучаем Как Помогать Друг Другу И Как Помогать И Пользоваться Системой Которую Они Для нас Приготовили Как В науке Мы Используем Всем Тем Все То Что У нас Есть От Тех Ученых Древних И Хотя И Есть Объединенные Трудности В развитии Сегодня Учатся Миллионы Людей На фронте Науки И У них Есть Инструменты И Много Денег Материалы И Они Развиваются Чем Дальше Идут Вперед Тем Работа Становится Более Особенной По количеству И по качеству И при Участии Большего количества Людей И Сейчас Мы Все Человечество Входим На особый Уровень Много Людей Входят В это И Ищут Смысл Жизни И только Поиск Творца Может их Наполнить Они Еще Не Чувствуют Этого Но Наполняет Их То есть Отсутствие Смысла И Пустота Человека Это Цель Приблизить Его К этой Игре Приблизить Его И действительно Наполнение Он найдет Только Если Он Откроет Источник Жизни Который Породил Его И Будет С ним Играть В Прятки И Праздник Суккот Это Очень Особенный Праздник Когда мы Те Кто Ищем Творца Начинаем Чувствовать От них Волны Тепла Объятия Это Очень Хорошо Когда мы Играем В прятки Мы Приближаемся К чему-то Это Говорим Что Сейчас Тепло Тепло Когда ты Приближаешься К объекту Горят Тепло Да Здесь Особенное Время Особенное Время У тех Людей Которые Они находятся В поиске Не хватает У каждого Если Присоединяются Даже К чему-то В эти Праздники Или В кругах Где мы Хотим Всех Сблизить Тогда Почувствуют Что В этом Есть Особенное Свечение Которое Обнимает Нас Весь Народ Израиля Наше Время Пошло К концу К большому Сожалению Спасибо Большое Это было Очень интересно Спасибо Ницца Надеемся Что мы Почувствуем Это Тепло Это Раскрытие Рассказ Только Вместе Сделаем Это Вместе Новая Жизнь Всего Наилучшего До Свидания Субтитры